Сегодня у нас на Тессе довольно нестандартный автомобиль, а нестандартный он тем, что у него довольно-таки необычный вид и не всем он нравится. Как я прочитал в интернете, люди, которые смотрят на этот автомобиль, делятся на два типа те, которые его любят и те, которые его ненавидят. Но сегодня не об этом, просто поговорим про автомобиль У нас Chrysler 5 Cruiser, 2003 год, 2.0 на механике. Что касается самих автомобилей. Автомобили выпускались с 2000 по 2010 год, выпущено их около 1,3 миллиона. Собирались они в Мексике и в Австрии. За свою не краткую жизнь автомобиль претерпел один рестайлинг и выпускались они в кузовах пятидверный хэтчбэк и кабриолет. Что касается самого автомобиля. Как бы дизайн мне очень сильно напоминает Chrysler Polar или Proler, как он правильно считается. Именно это мне напоминает вот эта решетка радиатора, которая уходит под низ, под нижний бампер. Теперь поговорим о том, что касается моторной гаммы автомобиля. Они выходили как в бензиновом исполнении, так и в дизельном. В бензиновом исполнении это двигатели 1.6, 2.0, 2.4 и 2.4 турбо. Самый оптимальный вариант все считают 2.0 либо 2.4. 2.0 они шли в основном на механике, 2.4 уже на автомате. И конечно же была версия турбо 2.4 на 200 с чем-то лошадиных сил. Также есть и дизельный двигатель, он всего один, это 2.2 литра, но здесь есть один нюанс, это двигатель от Mercedes. Он там цепной, он довольно-таки хороший. Что касается непосредственно самого двигателя. Он как бы простой, ремонтируется абсолютно на всех СТО, но здесь есть такой один большой нюанс. Чтобы добраться до свечей, до свечей вот этих, нужно снимать коллектор. Это один такой сплошной минус. На этом автомобиле у нас кроме бензина установлена газовая установка четвертого поколения. И что касается расхода, то на газу расход сейчас в зимний период от 10 до 14 литров, в зависимости от того, как вы ездите. Расход, ну автомобиль весит 1400 килограмм, поэтому расход я считаю более-менее оптимальным. Хотел бы еще уточнить один большой нюанс в этом автомобиле насчет конструктивных особенностей. Про свечи я вам уже сказал, но есть еще одна конструктивная особенность, это аккумулятор. Аккумулятор спрятан под вот этим воздуходувом. Здесь воздушный фильтр и там снизу спрятан аккумулятор. То есть, чтобы его доставить, нужно разобрать почти все. Снять вот эту резинку, снять вот этот верх и только тогда вы доберетесь до аккумулятора. Еще хочу отметить, что касается внешних нюансов. Вот эти все ручки, они не пластиковые, они металлические и они в хроме. Вот это одно такое интересное конструктивное решение. Еще в базе здесь шли литые диски и с ними автомобиль, конечно, смотрится намного и намного лучше. А теперь, собственно, давайте в салон пройдем и посмотрим, что у нас по салону. А по салону у нас ситуация следующая. Места довольно-таки хватает. Места хватает на все. Руль очень большой, он огромен. По своему опыту могу сравнить, что такой руль я видел разве что, наверное, в копейке. Он тоже там большой, но там он намного тоньше. И еще мне очень напоминает копейку, это переключение коробки передач. То есть ход очень маленький и он очень точный. Здесь нельзя ошибиться. Такое ощущение, что как в копейке, коробка находится прямо здесь. Но это у нас не копейка. Сравнение не очень хорошее, но что есть, то есть. Так, что с самой панели. Панель у нас, как сказать, самая обычная. Бортового компьютера на моделях до рестайлинга нет. Здесь просто можно посмотреть пробег. И один из нюансов, здесь можно протестировать бортовой компьютер на ошибке. Как это сделать? Выключаем автомобиль. И три раза проворачиваем быстро ключ. Вот, смотрите, примерно это выглядит вот так. Раз, два, три. И смотрим на вот эту панель. Вот, у нас последняя ошибка P0420. Все, тест прошел. Можем заводить автомобиль. Так. Сейчас ошибок уже, конечно, никаких нет. С левой стороны у нас здесь регулировка зеркала, не электрическая. Также зеркала с подогревом. Здесь, правда, одно зеркало треснуто. И второе зеркало. Все они с подогревом. Включим, посмотрим. Так, по панели. Одно из интересных конструктивных решений, вот этот блок. Этот блок управления стеклами. Расположен он посередине и как-то необычно. Я всегда, когда езжу на этом автомобиле, ищу этот блок где-то возле открытия двери. Но его здесь нет. К этому просто нужно привыкнуть. Магнитола здесь обыкновенная американская. Стояла она на доджах, на других крайслерах. То есть на стратусах, на минивенах. Я бы сказал, абсолютно-абсолютно везде она стояла. Она обыкновенная. Здесь кассетник и диски. Но MP3 они, конечно, не читают. Еще из нюансов. Здесь один прикуриватель. И в базе здесь должен быть второй прикуриватель. Но прошлый хозяин также что-то заколхозил. И что-то пошло не так. Бардачок. Бардачок он есть. Но как бы он там очень и очень маленький. Как бы. Туда особо ничего не положишь. Так, документы какие-то. И все. Так же у нас есть здесь люк. Люк открывается в несколько положений. Он просто открывается на проветривание. И он открывается полностью. Так, сейчас я вспомню. А, вот. И он полностью открывается вот так. Ну, сейчас как бы дождик. Не дождик, а снег. Так что мы его лучше закроем. Но он не автоматический. Поэтому приходится постоянно все держать ручками. Так же у нас здесь есть компас. Американцы это очень любят. У нас есть компас. И, конечно же, наружная температура. Мы можем его просто выключить. На Фаренгейте перейти. И на градусы Цельсия. Это все, что касается переднего сидения. Ну, еще у нас здесь есть такие кармашки интересные. Что-то туда, да, можно положить. В принципе, на этом водительское место и заканчивается. В базе этого автомобиля круиз-контроля нет. Но в некоторых комплектациях есть круиз-контроль как на механике, так и на автомате. Что касается комплектации. Здесь кондиционер. Кондиционер у нас. Четыре подушки безопасности. Водителя, пассажира. И боковые подушки в сиденьях. Здесь сбоку они зашиты. Боковые подушки в сиденьях. Гидроусилитель у руля. Ну и в принципе все. На 2003 год более-менее нормально. Ну, так. Давайте перейдем на заднее сиденье. Посмотрим, как сидеть там. И потом проедемся на автомобиле. Проверяем заднее сиденье. Вот так. Нужно сесться. Так. Что касается заднего сиденья. Места здесь, я бы сказал, довольно-таки достаточно. До переднего сиденья где-то 5, может, больше сантиметра у нас есть. Конструктивные особенности здесь. Стеклоподъемники снизу. Это неудобно. Здесь же у нас есть и подстаканник. И я не знаю, что это такое сбоку. Может, пепельницы. Но я сомневаюсь, что это пепельницы. Никак нельзя выбросить ничего. Потом, что у нас здесь еще есть? Хромированные ручки открывания дверей. Американцы не поскупились на металл. И что касается расстояния до головы. Ну, у меня рост метр семьдесят три где-то. То мне, как бы, места довольно-таки хватает. Думаю, что в дальних поездках задним пассажирам будет комфортно. Все-таки это американцы. И кресла здесь, как бы, мягкие. Рассчитаны на таких хороших, крепких людей. Давайте посмотрим на багажник. Как он здесь выглядит и насколько он большой. Так, открывается он, конечно, с усилием. Здесь у нас стоит газовый баллон на 50 литров. Что, конечно, очень сокращает объем багажника. В багажнике есть дополнительная зарядочка у нас здесь. Фонарик. Здесь у нас запрятан домкрат. И есть вот такая полочка. Полочка дополнительно превращается в столик. Но так как предыдущий хозяин ее заколхозил и почему-то вставил сюда большие колонки. Причем не очень хорошие столики. Из нее уже такой себе не очень. Стандартные из завода задние динамики шли в вот этих боковинах. Конечно же, задние сидения откидываются. Но ровный пол они не создают. Еще в багажнике есть вот такая ниша. Маленькая. Туда можно что-то запихнуть. И что касается запасного колеса. Так, прикручивается оно здесь. И само запасное колесо, а там у нас докатка, оно расположено под автомобилем вот здесь. Закрывается багажник удобно. Здесь есть ручка. Но он очень тяжелый, чтобы его, собственно говоря, открыть. Перед поездкой хочу еще заметить одну особенность переднего ряда сидений. Это вот такие подлокотники. Они здесь идут с завода. В обычном режиме, когда вы на механике, они не очень удобные. Когда там в городе ездите, очень часто нужно переключать передачи. Но когда на трассе выключаете пятую, себе спокойно едете, они очень и очень удобные. А вот в городе я использую часто подлокотник пассажира. Он находится дальше и не мешает переключению передач. На него можно облокотиться и когда нужно, просто убрать руку. Как-то американцы, есть американцы. Придумали они себе такие кресла с подлокотниками. Так, ну что ж, давайте проедемся. Итак, что касательно комфорта езды на этом автомобиле. Ездил я на многих автомобилях и могу сказать, что здесь довольно-таки удобно. Единственный минус здесь очень и очень плохая шумка. Вот в шумке здесь можно сказать, что ее там или ее вообще нет, или она действительно очень плохая. Потому что двигатель очень хорошо, отчетливо слышен. Это такой довольно хороший минус. Причем даже когда мы включаем музыку, музыку приходится включать на уровень выше, чем средний. И, конечно же, чтобы разговаривать между собой, приходится так чуть-чуть орать. Орать чуть-чуть. Это что касается из минусов. Зимой автомобиль прогревается очень-таки быстро. 10-15 минут и прогретый. Это при температуре примерно минус 5. Вот, вот, вот. Слышите, да? Двигатель слышен очень-очень хорошо. Что касается отличий. Ехать я также на турбированном 2.4. Но этот автомобиль очень прожорлив. Средний расход топлива у него примерно 15 литров. Это, как сказал его хозяин, если не сильно-таки давить на педаль. Потому что если начинать давить, так расход вырастает сразу. Там 17-18-20 литров на сотку. Это много? Для такого старого автомобиля я считаю, что это много. Причем это не какой-то там масклокарлер. Ну, обычный американец. Причем мы перейдем так плавно к дизайну. Что мне нравилось. Дизайн этого автомобиля. Много его людей тюнингует. Причем вариантов тюнинга здесь очень много. Вы можете сделать как закос под ход рот, так и закос под какой-то современный там футуристический автомобиль. То есть, вариантов тюнинга очень-очень-таки много. Что еще хочу отметить. Давайте пока едем про ходовые качества. Ходовые качества. Подвеска хорошая. Не отличная, хорошая. Яма глотает. Но это все слышно по кузову, конечно. Все вот эти биения, еще что-то, они слышны по кузову. Из таких огромных минусов, в принципе, ничего нет, кроме шумки. Потом, что касается скорости и оборотов. На пятой передаче при трех тысячах оборотов у нас примерно скорость от 100 до 110. Понимаю, я думаю, что коробка настроена таким образом, чтобы экономить топливо. Поскольку, ну, 3000 при 110 это довольно-таки хорошо. По трассе этот автомобиль разгоняется довольно-таки нормально. Если при этом понизить передачу. Потому что как-то я включил пятую при 70 и понял, что это была моя самая-самая огромная ошибка. Такого делать нельзя, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok